День России в окружной столице отметили накануне 12 июня. К одному из самых молодых государственных праздников страны в Нарьинмаре приурочили ряд мероприятий. Одно из главных – вручение государственных наград. Кроме того, в этот день свой первый в жизни паспорт получили 13 юных жителей региона. В рамках культурной программы состоялась акция, посвященная многонациональности нашей страны и праздничный концерт «Славься Россия». Череду праздничных мероприятий открыла Спартакеада пенсионеров. Обо всем по порядку расскажем в материале выпуска. Самым стойким и выносливым в этот день не помешал ни сильный ветер, ни моросящий дождь. Представители высокого возраста и подрастающие поколения вышли на стадион «Дюцледер», чтобы вместе совершить круг здоровья, дав старт предстоящим спортивным состязаниям. Они состоятся в четверг, 13 июня, под девизом «Преемственность поколений за активное долголетие». Пенсионерам предстоит показать свои силы в шести видах спорта. Победители региональных состязаний войдут в сборную команду Ненецкого округа для участия в шестой Спартакеаде пенсионеров России. Ездили каждый год мы на эти спортивные соревнования. И каждый год, два года мы привозили диплом за национальный вид костюма, за оригинальность выступления. Потом у нас были победы по северо-западу. После нас и Коми оставалось, и Мурманскую область. То есть, по каким-то очкам, по каким-то видам спорта, мы очень даже неплохо. Шахматы, стрельба. И я думаю, если бы были лыжные, зимний вид спорта, мы бы далеко многих оставили. День России стал двойным праздником для жителей региона, которым в этот день вручили государственные награды. Так, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени по указу президента награжден механик горожанин низкоокружной больницы с 47-летним трудовым стажем Петр Кычин. Ордена дружбы и звания заслуженного работника здравоохранения России удостоен Андрей Апицын, начальник управления здравоохранения окружного профильного департамента. Еще 26 жителей округа отмечены государственными наградами региона. Так, например, семья Домбровских получила из рук главы региона медаль «Родительская слава Ненецкого округа». Александр Артурович и Татьяна Борисовна воспитывают трех дочерей и двух сынишек. Я вырос в многобедной семье. И удивительное совпадение, что у нас было пятеро. У меня три сестры, я и брат. Три сестры, два брата. И у меня так само, три дочери и два сына. Я так думаю, ничего себе такое совпадение, как в моей семье раньше жили мы, и Бог дал на такие детки. Почетной грамотой НАУ за многолетнюю добросовестную работу и большой личный вклад в развитие округа награждены еще 12 жителей региона. Двое удостойны знака отличия от трудовой доблести. Еще десяти жителям присвоены профессиональные почетные звания. Так, например, лучшим врачом Ненецкого округа признана Елизавета Рудницкая. В 2017 году ее трудовые заслуги были отмечены на всероссийском уровне. Тогда Елизавете Адольфовне присвоили звание лучший неонатолог страны. Я работаю в Ненецкой окружной больнице ноонатологом 26 лет. Но за это время я ни разу не передумала и не засомневалась в выбранной профессии. А выбрала, абсолютно случайно приехала, вернулась в родной округ и был необходим неонатолог больницы. Я пошла на эту работу. День России стал особенным и для Анастасии Ковальчук. Сегодня она получила свой первый российский паспорт. Паспорт мы когда получаем, ответственность большую несем. Мама мне как бы учила, паспорт получишь, многое такое, плохого ничего не делай. Мы больше будем отвечать сами за свои поступки, уже родители не участвуют получается в этом. Как-то эмоции очень страшно было, но сейчас более-менее. Главные государственные документы, удостоверяющие личность Анастасия и еще 12 мальчишек и девчонок получили в торжественной обстановке из рук главы региона. Александр Цибульский поздравил ребят с этим значимым событием в их жизни и сказал напутственные слова. На вас теперь начинает распространяться и больше ответственности за свою жизнь, за свои действия, ответственности перед вашими учителями, перед родителями, уже как взрослых людей. Вам удачи, всего самого хорошего в этом новом сложном мире. Постарайтесь, чтобы вы гордились своей страной, чтобы страна родителей, и мы все гордились в этом. Уверен, что так и будет. Яркой изюминкой сегодняшнего праздника стала акция «Надень народная, надень России». В фойе этнокультурного центра развернулся настоящий показ мод. Представители диаспор и национальных объединений региона, сменяя друг друга, выходили на красную дорожку, чтобы во всей красе представить свой национальный костюм. Это коми-ижинский традиционный женский костюм, это праздничный костюм. И всегда он шился из богатой ткани, из шелковой ткани. У нас состоит и сарафан, а под сарафаном там еще у нас подъемники. Потом сверху обязательно передник. Передники носят женщины уже, девушки его не носят. И голова покрыта, волосы здесь укладываются косые, и кокошник обязательно. Еще есть такой валик, мы называем кишка. И поверх одевается уже платок. И женщина, когда выходила замуж, она никому свои волосы никогда не показывала. Вот это считалось как бы, когда вот она с распущенными волосами ходит, и девушка даже если не заплетает, то это считается как бы распущенностью. А здесь, когда если волосы прибраны, то это порядок. Шупара называется. Это фольклорный костюм мужской. И она состоит, рубашка, и шубара сама. Одевается она, как руководители фольклора. Вот это женский костюм девичий получается. У нас, который не замуж, а голова, не убор и платье. Основные цвета у нас получаются красные и белые, и которые издревле означают сакральную чистоту. Раньше, когда мы молодыми были, костюмы у нас родители сами вышивали. А вот эти костюмы сейчас они фабричные. Сами видите, да? Вот поэтому как бы комфортно, хорошо, привычно. Но орнамент повторяется? Да, 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 орнамент повторяется. Она издревле у нас от Булгарии еще идет 681 года, когда булгары жили на Поволжье. Вот с этих времен вот эти орнаменты у нас остались. Мы такие разные и в то же время нас объединяет верность своим традициям и уважительное отношение к представителям других народов, которые живут вместе с нами в одной стране. И в этом наша сила.